В России на фоне коронавирусной инфекции возросла смертность о сердечно-сосудистых заболеваниях. И это происходит во всем мире. Каждую вторую секунду одного из жителей Земли поражает инсульт. У нас в республике уже больше 10 лет назад создана система оказания помощи таким больным. Врачи говорят, главное начать лечение как можно скорее. Тему продолжит Татьяна Иванова. Перепрофилирование больниц на лечение ковида, сокращение плановых госпитализаций ощутимо сказалось на ситуации с инсультами. В течение пандемичного года региональный сосудистый центр при республиканской больнице взял на себя двойную, а то и тройную нагрузку. Большим подспорьем стало поступление нового ангиографа. Теперь в распоряжении сосудистых хирургов клиники два таких аппарата. При начинающемся инфаркте больному через сосуды вводят стенд, который восстанавливает кровообращение в сердечной мышце. Новый компьютерный томограф также помогает быстро исследовать сердце и головной мозг. Как только поставлен диагноз инсульт, врачи начинают интенсивную терапию и раннюю реабилитацию. Для этого у нас создана мультидисциплинарная бригада врачей, в которую ходят невролог, логопед, психотерапевт, врачи иглорефлексотерапевт, врачи лечебной физкультуры. В 2020 году нам было закуплено дополнительное реабилитационное оборудование, которое позволяет как можно раньше восстанавливать пациента. Есть еще второй и третий этапы реабилитации. Процесс восстановления выжившего после инсульта длительный. При своевременном оказании медицинской помощи шансы на полное выздоровление значительно повышаются. Поэтому очень важно вовремя заподозрить инсульт. Основными признаками инсульта являются слабость в руке или в ноге, это резкий перекос лица, пациент не может улыбнуться, частичная или полная потеря зрения, затруднение речи, внезапная сильная головная боль. В этих случаях нужно немедленно вызвать скорую помощь. Если промедлить первые 4 часа, то эффективность лечения снижается и возрастает риск летального исхода. Сам по себе инсульт не пройдет, но от него можно уберечься. Факторы риска, приводящие к инсульту, это курение, высокое артериальное давление, повышенный холестерин крови, сахарный диабет, ожирение и низкая физическая активность. Татьяна Иванова, Михаил Солин, Вести Чебоксары.